добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы сегодня у нас глава и кеф что нам интересно в конце написано что если мы себя хорошо ведем то всевышний наведет страх на всех обитателей страны к наан и вам ничего не угрожает и будет с вами всевышний а давайте вспомним как ведет свои войны всевышний когда мы себя стараемся вести хорошо давайте вспомним первый наш праотец а врагам что это было глава лых лыха мировая война написано что четыре вавилонских царя нападают на одиннадцать царств и первых по дороге уничтожает рифаим в аштырот карнаими это были великаны зузимгами им им шава кирятаями им тоже великаны хореи на горе их сир да и парана тоже хореи всевышний великаны были говорит потом повернули в энмешпад он же кадеш поразили весь станом алека какой-то мощнейший народ а также и мраев живших от сон там ре то есть 6 сар возник великаны это страшные люди всевышний отдал вавилонским царям всем дарламеру и так дальше четыре царя дарламер первый из них амрофельца от шинара и так дальше дальше что идет идет на сдом нападает на 5 царств на сдом амору надму своим и цар вавилон их всех победил они все кто остались живые убежали разграбили имущество всевышний показал это врагам пришел беглец сообщил что твой родственник пленен а врагам не боится пишется что он берет своих воспитанников домочадцев 318 человек и бросился на них в рассыпную наши мудрецы говорят что вообще сел с ними учить тору а всевышний отправил ого великан и он напал ог нападает перебил их всех то есть получается что 15 царств всевышний бросил оврагам у под ноги полностью верую войну дал и радион один вот и вот такой такая ситуация после этого мы видим что египет его боится эти царства ему готовы все отдать он не берет ничего говорит разве то что съели отроки на войне и доля людей которые мне помогали они расшколе мамре его союзники были в общем невероятно всевышний выиграл войны ничего не на аврааму было брать оружие в руки дальше идет ицхак он вообще не воюет он так преданно служит всевышнему тот сказал на жертвник ложится ложится же что угодно готов на все всевышний так взял что все вышли что под ноги бросил с хаку все уже величайший царь просит и говорит уйди от нас ты стал гораздо сильнее нас и с ним договаривается еще лучше чем с аврагамом уже и делегацию больше к нему присылает чтобы с ним поговорить то есть ицхак полностью полностью защищен всевышним это свою праведность потом яков смотрим пытался его кто-то убить родной брат когда он уходит от лавана идет исаев с огромной армией 400 человек это была армия яков так молился так просил всевышний взял так что яков сумел схватить ангела исава он его придержал ангел его благословляет естественно война выиграна когда ангел исава благословляет якова сама или его зовут пишет нашим мадрецы война выиграна воевать не надо дальше после того как с исавом все хорошо не дал всевышний брат убийца на войну устроить но победил его так после этого шхем дина изнасилована принцем шхема вот шхем цинхамора это сделал братья дины два мальчика по 13 лет берут каждый меч свой и напали на город без боязни вдвоем два мальчика против по 13 лет мидраж пишет а было 24 тысячи мужчин всевышний их всех отдал и схема их амора убили мечом а срём меча как они могли 13-летние мальчики это сделать это невозможно даже если просто закрылись бы в домах своих как ты проникнешь да попробуй зарезать двадцать четыре тысячи коров которые будут связаны это вообще не возражать и более им по 13 лет просто всевышний отдал и все вот так отдал яков боится что делать что я кого делать он говорит вы меня позорили среди жителями этой страны я малочислен нападут на и разобьют меня не тут то было к на ней собрались и напали яков начал молиться построил квадратом свою семью как мы видим в грибе медвар риувен шимон и гад это на юге да нафтали ашер на севере на востоке это и гуда и сахар зволун и на западе идет минаше и фрейм и беньямин все этот квадрат когда не увидели всевышний страх навел писал вверх был страх великий и никто не смеется напасть на якова дальше идет какие войны идут уже это мы жили в египте после этого мы выходим не успели выйти у нас появляются враги амалек нападает ну здесь мы виноваты здесь пришлось воевать и люди погибшие были это было после того как мы уже стали себя вести получше уже не говорили если бог среди нас или нет даже гадости делали уже смотрим гора синай мы здесь сделали и золотого тельца сделали преступление но что ж всевышний прощает нас после этого мы выходим оттуда и там пришли места где мы там мясо требовали здесь войны не было но мы страдали от мора но потом мы идем в разведку идем мы в разведку и разведчики искали злую молву за страну которую вы смотрели что получилось дальше всевышний вы будете жить 40 лет в пустыне пока последние воины не умрут из среди страны мы говорим нет мы все равно ты наш папа пойдем воевать все же никто не пойдет не идите если вышли с вами не пойдет вы потерпите поражение чтобы пойти воевать на эту страну это не просто вас один малек на пол и вас перебил а тут вы идете против амалека против двух амарейских царей против лота которого захватил сихон против 31 кнанейского царя можете бы сказать эйсав представлен амалеком мав это лот амарейские цари и кнани из кеции то есть мировая война опять и что мы идем на войну пишется в книге дворим и напали вас эймарей и били вас как делают пчелы громились до хормы пришли вы и плакали о как делают пчелы тут же наши приводят комментарии пчела как только кусает нас сразу погибает это ж не шерстеньки а всевышний говорит я навезу на ваших врагов шерстник которая страшная оса нет пчела и действительно они тут же погибали мы вернулись и плакали и эта война была фактически война всевышнего мы вернулись всего сказал всевышний будете все равно жить 40 лет пустыни но вас не отдам как папа не отдал детей мы такие смелые вроде неверующие поняли что всевышний защитил дальше что идет дальше идет у нас какая война дальше у нас идет война между собой это уже сороковый год агрон умирает здесь мы воевали с друг друг с другом перебили друг друга было такое мы уже много раз об этом говорили врата убийственная война в хацероке потом всевышний отдает нам после этого сихона без единой потери великанов разгромили это так видят воины всевышний напали без единой потери перебили великанов потом ого отдает великана перебили без единой потери всех ничего все целые все живые здоровые вернулись медиан разгромили перебили всех медианитян всевышний дал нам награду вот так ведет воины всевышний вот так мы вроде не заслужим но он нам все дает и если мы его слушаемся то он нам все под ноги бросает только себя видите хорошо единственное когда мы начинаем просто перегинать палку вести себя как мы хотим естественно получается как бы по нашей вине все это что мы творим вот давайте учиться историю как себя хорошо вести чтобы мы не попадали в такие ситуации и чтобы у нас было все хорошо все всем шаббат шалом всем браха парнаса кавана списка у меня с собой нет за всех этих людей мы молимся чтобы все были здоровы счастливы чтобы у всех было только прибавление в торе заповедях всем крепчайшего здоровья делитесь видео с друзьями до следующих встреч надеюсь на состоится ем решен шест 15 30 до встречи шалом шаббат шалом